Летние ночи напролет. Мосту Черезею предстоит капитальный ремонт. Скорость выше, коньки лучше. Юным китайским хоккеистам есть, что перенять у благовещенских спортсменов. Театр на лавочку не променяет. Реквизитор Амурского драматического отмечает 90-летний юбилей. Об этом и многом другом вам расскажут корреспонденты информационного агентства «Город». В студии для вас работает Кристина Добровольская. Здравствуйте. Третья часть всех средств, выделенных на дорожный ремонт в Благовещенске, этим летом пойдет на обновление моста Черезею. Детали предстоящего ремонта в администрации уже начали прорабатывать. Это самый дорогостоящий проект, самый сложный проект. И я так понимаю, к нему нужно будет особое внимание. Там нужно будет тщательно продумывать, как мы вообще будем приступать, как будем осуществлять доступность передвижения и выхода за пределы города Благовещенска в это время, когда будут идти ремонтные работы. Поэтому здесь очень много вопросов параллельных, которые нужно здесь решить. Специалисты ГУКС уже провели полный осмотр моста и выявили недостатки, которые придется устранить. Поврежденное дорожное покрытие, нарушение водоотвода и устаревшие ограждения. Строителям предстоит полностью снять все слои покрытия до армированной стяжки на протяжении почти двух километров, заменить изоляционную прослойку и другие защитные слои. Все по современной технологии, включая новую асфальтно-бетонную смесь. Естественно, что при такой сложности работ к подрядчику предъявят особые требования. Перед началом работ подрядчик должен будет нам предоставить проект производства работ, который включает в себя все технологические карты производства работ, всю информацию о своих специалистах, о парке, о дорожных машинах, механизмах, о материалах, то есть сертификация всех материалов. Работы будут продолжаться три месяца, в основном по ночам. Днем и в выходные ремонт решили приостанавливать, чтобы избежать транспортного коллапса. Тем не менее, жители и гости Благовещенска просят отнестись ко всем затруднениям с пониманием. Кристина Добровольская, Денис Лугов, программа «Город». Проект реконструкции перекрестка Калинина-Тенистая оценят омские специалисты. Обратиться к ним решили члены рабочей группы, которую создали по инициативе городских депутатов. У последних есть и свои предложения по модернизации перекрестка. Их обсудили в городской думе на заседании профильного комитета. Реконструкция одного из самых загруженных в городе перекрестка в Калинина-Тенистой началась в сентябре прошлого года и сразу попала под контроль депутатов. Схема застройщика вызвала вопросы и опасения. Основное связано с тем, что развязка даже после модернизации не справится с потоком автомобилей, число которых после открытия здесь торгового центра только возрастет. Чтобы предложить иные варианты организации движения, была создана рабочая группа. В нее вошли депутаты, представители администрации ГИБДД. Мы не специалисты, но все мы автолюбители. Выезжали на место с депутатами. У нас в группу входит 7 человек. Смотрели, ходили с рулеткой, как это можно все сделать. Конечно, там будет требоваться перенос контактной сети для троллейбусов. Конечно, там будет требоваться дополнительное вложение. Но мы считаем, что с увеличением транспорта в нашем городе это позволит избежать пробок, которые на сегодняшний момент возникают в часы пик на этом перекрестке. В ближайшие несколько лет. По мнению депутатов, перекресток справится с возросшей нагрузкой при соблюдении двух условий. Во-первых, необходимо полностью избавиться от островка безопасности, который сейчас отделяет существующую проезжую часть от новой полосы. Во-вторых, необходимо саму магистраль потянистой расширить, чтобы автомобилистам было легче поворачивать с нее на Калинина. В результате проезжая часть обеих улиц в районе перекрестка увеличится. И на ней члены рабочей группы предлагают организовать новую схему движения. А именно, позволить автомобилистам поворачивать с Калинина налево сразу с двух полос. Также можно будет повернуть стенистой, но только направо. Впрочем, эта схема предполагает достаточно сложную работу по регулированию движения, поэтому ее направят на рассмотрение специалистам. Предложение, предоставленное на рассмотрение рабочей группы, направить застройщику, для того, чтобы он направил проект в институт «Умский», который разрабатывал нам транспортную схему города Благовещенска для рассмотрения и дачи согласования или дачи каких-то рекомендаций. Кроме того, депутаты намерены изучить опыт других российских городов по организации движения на подобных перекрестках. Сроки этой работы очень жесткие. Принять решение нужно до весны, чтобы застройщик завершил модернизацию уже с учетом рекомендаций специалистов. Ольга Туманис, Денис Лугов, программа «Город». Бесплатную приватизацию жилья продлят еще на год. Все, кто не успел сделать это вовремя, смогут подать документы до 1 марта 2017 года. Решение об очередной отсрочке было принято на совещанию премьер-министра России Дмитрия Медведева. Напомним, что сроки завершения приватизации переносились уже 4 раза. В 2010, 2013, а также в 2015 и 2016 годах. На этот раз продлить ее планировали лишь для отдельных категорий граждан, в том числе жителей Севастополя и Крыма. Но многие эксперты и законодатели такой избирательный подход не поддержали. Так что принятое решение позволит всем, без исключения гражданам, закончить начатые процедуры. Благовещенцев просит оказать помощь в поиске 10-летней девочки, похищенной в еврейской автономии. Накануне маленькая жительница поселка Волочаевка-1 ушла в школу и домой не вернулась. По информации очевидцев, неизвестный мужчина усадил ребенка в иномарку красного цвета. Полицейские не исключают, что девочку могли увезти в соседние регионы, в том числе и в Амурскую область. Десятилетняя Катя Бачурина была одета в зеленый пуховик, оранжевую шапку и черные кроссовки. С собой были рюкзак и розовая спортивная сумка. Всем, кто что-либо знает о нахождении девочки, просьба обращаться в полицию. По факту исчезновения ребенка уже возбуждено уголовное дело. На месте ведутся оперативно-розыскные мероприятия, а близкие семьи организовали кампанию по поиску девочки в социальных сетях. Тем временем амурские полицейские подвели итоги своей работы за год. Резюмировали. В области стало меньше убийств, изнасилований, грабежей и вымогательств. А количество преступлений с использованием огнестрельного оружия сократилось на треть. Правоохранители отчитались перед областными властями на коллегии в Амурском ОМВД. Наряду с положительными тенденциями отметили и рост количества краж, мошенничеств, умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества. Над этим правоохранители намерены вести усиленную работу в текущем году. Что полицейские ставят себе в успех, так это высокую раскрываемость преступлений и поиск пропавших людей. В прошлом году они нашли и вернули домой полторы тысячи амурчан. Еще один плюс – снижение количества ДТП в области и уменьшение числа погибших в них на 10%. Ликвидировать последствия ЧАЭС за 30 минут смогли амурские спасатели. Впервые для них провели тренировку на ледовой переправе «Свободный» введенного. Участвовало 20 человек и 8 единиц техники. По легенде, водителя микрогрузовика, который превысил скорость, занесло на зимней дороге. Это блокировало движение других машин со стороны «Свободного». На место происшествия съехались инспекторы ГИБДД, ГИМС, спасатели поисковых и пожарных отрядов, а также скорая помощь. Справились с ситуацией быстро. Проведены они были, в принципе, на хорошо. Следующее будем делать уже, наверное, будем усложнять ситуацию, расширять ее, чтобы участвовать заинтересованным структурам именно в учениях, а не в ликвидации чрезвычайных ситуаций. Русские коньки и большая ледовая арена привели в восторг юных китайских хоккеистов. Команда спортсменов из Поднебесной приехала в Благовещенск, чтобы набраться опыта. На первом мастер-классе, который преподал русский тренер, побывала наша съемочная группа. Сначала гуськом за тренером утолять жажду знаний, потом к маме с жаждой, что ни на есть настоящий. Пересыхает в горле у маленьких китайских хоккеистов от непривычно высокого темпа, заданного русским тренером. Ежедневные полуторачасовые тренировки для детей в новинку. Дома они занимались не больше трех раз в неделю, но стараться готовы. Через несколько лет в Пекине будут проходить Олимпийские игры. Я обязательно хочу принимать в них участие. Я буду очень стараться. Мальчишкам из Шиньяна от 9 до 11 лет. У себя на родине они хоккеисты со стажем. Занимаются два года. Но до амурских сверстников им пока далеко. Нужно работать над скоростью и сноровкой. Не совсем до конца понимают, как правильно играть. Надо объяснять, что нужно быстрее все делать, точные передачи. Уметь кататься хорошо. Спиной вперед, спиной лицом. Проблем с общением, кстати, не случилось. Тренер прекрасно говорит на китайском языке. Да и поработать с каждым из восьми гостей можно индивидуально. Организаторы мастер-класса надеются, что это только начало большого международного сотрудничества. Дело в том, что мы же развиваем сейчас хоккей очень сильно. Был построен вот этот хороший каток, который сегодня позволяет нам заниматься хоккеем круглый год. И в перспективе стоит большая работа, чтобы совместно проводить с китайской стороной вот эти международные матчи. Это сегодня такой пробный шар, скажем так, да, с китайской стороны. Поэтому я думаю, что все у нас получится. Китайские хоккеисты останутся в Благовещенске до конца недели. Будут учиться и попробуют даже посоревноваться с ровесниками. А после на родину увезут не только массу впечатлений, но и коньки, и форму российского производства. Они вызвали у ребят особый восторг. Такой качественной амуниции в Китае нет. Ксения Богданова, Михаил Величкин, программа «Город». Более ста спортсменов из 11 городов России и даже Монголии продемонстрируют свое мастерство в спортивной гимнастике. В областной Дю США открылся турнир Дальнего Востока и Сибири на Кубок мэра Благовещенска. В последние годы мы находимся в зоне особого внимания, наверное, в центре внимания олимпийских чемпионов, которые приезжают уже не первый год к нам в город и своим участием не только поднимают статус мероприятия, но и помогают нашим тренерам и спортсменам идти дальше. Абсолютный чемпион мира Николай Крюков приезжает на подобный турнир во второй раз. Завтра он проведет мастер-класс для участников и надеется, что занятие пройдет так же успешно, как и в 2015 году, когда удалось присмотреть нескольких ребят для юниорской сборной России. Было где-то три человечка. Один был из Хабаровска, второй из Южно-Сахалинска. И, по-моему, еще один из Южно-Сахалинска был. Но он был маленький совсем, 2004 года. То есть я так на заметку. Будут ли среди лучших гимнастов-благовещенцы и сколько наград останется у нас, станет известно в финале турнира. Он состоится в воскресенье. Ее называют легендой театра. И это правда. Вместе они уже 72 года. 67 последних лет она предана Амурскому храму Мельпомены. Валентина Ивановна Матвеева сегодня отмечает свой 90-й день рождения прямо на рабочем месте. Она до сих пор трудится в театре реквизитором. В честь именинницы коллеги показали спектакль «Диоген» и устроили актерский капустник. А мы сняли в подарок сюжет. Икра красная, конечно, вкусная очень. Икра черная – это редкость. Но она у нас тоже есть. Чего только в подвальчике Валентины Ивановны нет. Бусы бабы-яги, бубны, несколько десятков старинных телефонов и бутафория на любой случай. На то она и реквизитор. Многие экспонаты собирала лично. Одних самоваров сколько было. Я целую коллекцию собирала. А потом половину отдала. Тоже товарищ, который собирал. Я говорю, ну у меня достаточно для спектаклей. А кому-то еще надо. Поделились. Валентина Ивановна и театр неотделимы уже 72 года. Сначала она работала художником-декоратором в Уссурийске. В 44-м окончила театральную студию против воли воспитывающей ее тети. И сыграла свою первую роль мальчика Сережи Ванни Карениной. Это было уже в драмтеатре Комсомольска-на-Амуре. В 1972 году переехала с мужем, ныне народным артистом России Владимиром Матвеевым, в Благовещенск. Работала заведующей художественно-постановочной части. Сейчас реквизитор. В свои 90 лет досконально помнит, что куда положила. Все запоминаю. Еще до 100 лет время есть, память есть. До векового юбилея, впрочем, еще далеко. А 90 – не возраст. Еще молодая, смеется юбилярша. Работать еще и работать. А что дома делать? Ну что? Читать. Дальше что? Сидеть на ступеньках, на улице, как наши сидят. Такого не может быть. Чтобы я вышла и сидела там. И о чем бы я говорила с этими людьми. Театр – это жизнь. Другого не может быть. Театра нет и жизни нет. В своей жизни Валентина Ивановна не представляет и без мужа Владимира Матвеева. Несмотря на то, что он младше ее на 14 лет, душа в душу прожили почти полвека. Ни одной репетиции супруга не пропускает. Ведь порой то, что он говорит на сцене, греет женскую душу. Она, конечно, не идеал добродетели. Но люди, не имеющие достатков, имеют, как говорят, очень мало достоинств. А в этой женщине я вижу желание изменить свою жизнь. Анжелика Павлова, Михаил Величкин. Программа «Город». Посмотреть сразу несколько интересных спектаклей или получить драйв на ледовых автогонках. Чем заняться в выходные благовещенцам – решать самим. Мы лишь предлагаем анонс мероприятий. В субботу, 23 января, первенство и чемпионат ДФО по киоку-синкай карате пройдет в спорткомплексе «Юность». Желающих посмотреть на состязание приглашают туда в 9 часов утра. А в 11 часов любителей скорости ждут на Чигиринском водохранилище. Там пройдет второй этап чемпионата области по ледовым автогонкам. В 2 часа дня в областной Дю США абсолютный чемпион мира по спортивной гимнастике Николай Крюков проведет мастер-класс. Любители культурного отдыха в 6 вечера приглашают в театр драмы. Там покажут комедию «Счастливый номер». В воскресенье, 24 января, самых маленьких благовещенцев приглашают в театр кукол на спектакль «Лисичка-сестричка». Он начнется в 11 часов утра. А горожанам постарше в драмтеатре предложат билет в один конец. Постановку с таким названием там покажут в 6 часов вечера. Героиня следующего сюжета не представляет свою жизнь без чтения. Филолог по образованию, экскурсовод по профессии и молодая мама по совместительству Ольга Цмыкало дает книгам немало времени. Она их читает, собирает и советует дарить. На последнем благовещенка даже пытается заработать, делает букбоксы. Что это такое, сейчас узнаете. Сейчас мы попытаемся собрать букбокс. Это книжная коробка с различными сюрпризными дополнениями. И для этого нам понадобится коробка. У нас это коробка Почта России, потому что других коробок в нашем городе, к сожалению, достать мне не удалось. Тех, что стоят 300 рублей и все в бантиках, множество, поясняет Ольга. За 90 и без ничего, только у почты. Но именно эта коробка подходит по размерам. На дно в неполные 20, на неполные 30 сантиметров идеально укладывается древесный наполнитель. Уютная ложа сразу для двух книг. Это грозовой перевал, он у нас в твердом переплете, с белыми листами, прекрасные издания. Эта книга у нас уже в мягком переплете. Тематика у нас вся романтическая, потому что сблизится день Святого Валентина. В коробку отправляется блокнот в виде еще одной книги и тщательно сделанный хендмейд. Сегодня закладки в романтичном стиле. Их ночами любовно делала моя любимая сестра, креативный директор нашего проекта, которая может быть и по неволе, но тем не менее в нем участвует. Никуда не денешься от своего сестринского долга. Кладем рукотворную открытку с пожеланиями дарителя, послания создателя букбокса и перечень песен и книг, с которыми стоит ознакомиться в день всех влюбленных. Комплектация подарка зависит от его цены в 600, 1000 или 1200 рублей. Можно заказать сюрприз, но в нем тоже будут приятные мелочи и самые лучшие книги. Сейчас эти букбоксы процветают в западных странах. И там большая, я считаю, проблема, потому что там просто стараются запихнуть в коробку что-нибудь новое. Вот оно выходит, его сразу запихивают. А мне вот, честно говоря, я посмотрела сама, вот хотела бы я вот эту книгу, вот эту, вот эту, вот эту видеть. Нет, не хотела бы, однозначно. 50 оттенком серого нет Гарри Поттеру и любовнице французского лейтенанта – да. Что думает о произведениях, Ольга рассказывает в рецензиях на своем сайте. Читает, конечно, за поем. Книг имеет столько, что хранит их у друзей и в родительском доме. А вот электронные ридеры не уважает. Потому и начала создавать букбоксы. Хочу помочь людям наполнить личную библиотеку, свой книжный шкаф, хорошей литературой наполнить. Потому что книжный шкаф – это лицо человека. Никто не будет лазить в ваш букридер и смотреть, что вы там читаете. Однако книжная полка, она всегда представляет человека и его интересы. Наталья Бернацкая, Денис Лугов, программа «Город». И на сегодня у меня все. Напоминаю, наши новости всегда в доступе на сайте tv-город.рф. Звоните к нам в редакцию по телефону 52-4202. Приятных вам выходных и до встречи в эфире. Спонсор погоды КПК «Восточный фонд сбережений». В субботу 23 января в Благовещенске утро ясное. 23 градуса мороза, ветер северо-западный с порывами до 11 метров в секунду. Днем ветер нисколько не стихнет, да еще и подует с севера, так что стужа обеспечена. Несмотря на солнце и не особо низкую температуру. Вечером столбик термометра замрет на 20-ти градусной отметке ясно. Ветер северо-западный 8 метров в секунду. Ночью также морозно, безоблачно и ветрено. Осадки маловероятны. Боитесь, что инфляция съест ваши деньги? «Восточный фонд сбережений» не только сохранит, но и приумножит вложенные средства. Страховые гарантии. Не дайте инфляции ни малейшего шанса. Ваши деньги растут здесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова